МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Одинцов. Сегодня мы расскажем. Прямая линия и встреча с коллективом. Председатель горисполкома Мячеслав Бой ответил на вопросы сотрудников предприятия Гродно-Азот. Без шрамов и без боли. Современный ангиографический комплекс появился в Гродненской университетской клинике. Слова на верность службе и родине. 55 новобранцев приняли присягу в Гродненской региональной таможне. ЗОЖ для людей с ограниченными возможностями значит больше, чем для простых людей. Инклюзивный центр по продвижению здорового образа жизни открылся в Гродно. Подарок юбилею. 75-летию области Гродненский государственный университет имени Янки Купалы разработал уникальное мобильное приложение. Студию внутризаводского радио предприятия Гродно-Азот посетил председатель Гродненского горисполкома Мячеслав Гой. Во время эфира он ответил на вопросы работников, которые можно было подготовить заранее или задать, позвонив по телефону горячей линии. Звонки поступали на самые разные темы. Один из сотрудников предприятия сетовал на постоянное отсутствие в Гродно возле автовокзала свободных парковочных мест. Жаловались Азотовцы на то, что возле средней школы номер 28 и гимназии номер 6 уничтожены спортивные площадки и детям больше негде заниматься баскетболом. Мячеслав Гой пообещал разобраться с этим вопросом. Ну и конечно же сотрудников предприятия интересовало, где обещанные бесконтактные троллейбусы, которые в день города должны были начать курсировать по абсолютно новому маршруту и связать Альшанку и Азот. Ответ получен. У меня состоялся разговор с директором МАЗа о том, что конечно его подвели поставщики России. Надеемся, что ошибку они быстренько устранят. И в самое ближайшее время, как мне пообещали, октябрь месяц, первые пять троллейбусов все-таки прибудут в город Гродно. И первый маршрут из Альшанки троллейбус уйдет, конечно, на Азот. Кроме того, председатель Гродненского горисполкома Мячеслав Гой совместно с информационной группой провел встречу с трудовым коллективом предприятия. Говорили о том, как город осваивает новые социальные услуги. Заводчане интересовались, когда удастся устранить в Гродно дефицит врачей и повысить уровень зарплат. Мы вот такой психологический барьер, цифру перешагнули в тысячу рублей в городе Гродно. Это тоже многое что значит. Проблема сегодня – нехватка рабочих рук. Конечно же, в следующем году мы постараемся ввести порядка двухсот квартир аренды для того, чтобы можно привлечь из других регионов. Без шрамов и без боли. Современный ангиографический комплекс появился в Гродненской университетской клинике. Новое медицинское оборудование позволит повысить качество услуг, делать серьезные операции, при этом без разрезов. Кроме того, с его помощью на ранней стадии можно удалить тромбы из артерий. Чем еще полезен этот аппарат в нашем следующем сюжете. Современный ангиографический комплекс – мечта любого эндоваскулярного хирурга. Монитор на 56 дюймов захватывает большую поверхность, что облегчает работу специалиста. Высокое разрешение помогает делать снимки качественнее при минимальной дозе лучевой нагрузки. Его используют для лечения различных заболеваний сердца, сосудов, почек, печени, головного мозга. По большому счету, эта технология используется при проведении операции на сосудах всех органов человека. «Имея такой большой экран, проще ориентироваться, потому что иногда на предыдущей версии аппарата экран был меньше, и иногда надо было ходить в пультовую. То есть это занимало больше времени, чтобы определить размеры, подобрать форму, размер стента, длину. Так можно во время операции быстрее сориентироваться и подобрать соответствующие инструменты». По данным медиков, проблемы с сосудами встречаются, как правило, у пациентов после 50-ти. Атеросклероз диагностирован у миллионов людей всего земного шара. Да и онкологические заболевания, инсульты и инфаркты, поражения сосудов нижних конечностей не дают расслабиться ни медикам, ни пациентам. На ранних стадиях с помощью этого аппарата можно удалить тромбы из артерии, а значит, восстановление и даже диагностика пройдут быстрее и эффективнее. Вместе с тем, сами операции без разрезов с помощью проколов. Время зависит от сложности, как правило, от 20 минут до нескольких часов. При этом теперь можно проводить операции на сложнейших внутренних органах. «Дает возможность работать свободно на органах брюшной полости, в частности, допустим, на печени. Печень – это такой орган, который имеет очень сложную анатомию свою, потому что там две венозные системы соприкасаются, артериальная система плюс выделительная система, и когда выполняются какие-то вмешательства малоинвазивные через кожу, очень высокий риск повреждения каких-то жизненно важных структур. В этом аппарате есть функция, когда мы можем контролировать продвижение иглы так, чтобы не войти в конфликт с какими-то, скажем так, жизненно важными структурами». Аппарат сам выстраивает кратчайший сосуд, чтобы дойти до нужного места. При этом хирург может сложить в одну картинку данные томографов перед операцией, непосредственно данные при ангиографии. Из-за серьезной лучевой нагрузки, согласно правилам использования аппарата, в одну смену можно диагностировать или оперировать 2-4 человека. А в самом отделении за год лечатся полторы тысячи человек. К слову, все это оправдывает новые задачи университетской клиники. «Проект рассчитан университетской клинике на 3 года. На первом этапе шло формирование нормативной базы, структуры, структуризации подчиненности данного медицинского учреждения. И очень важно, что здесь завязано на этом проекте как само Министерство здравоохранения, так и наш медицинский университет и сама университетская клиника. Вот эти три в одном управленческих аппарата должны привести к тому, что клиника должна вкупе с медиками брать на себя самое сложное и решать на самом современном уровне решение медицинских вопросов для наших людей». Эндоваскулярная хирургия относительно молодая отрасль медицины, при этом весьма перспективная. В первую очередь она цена для пациентов. Максимум на четвертый день человека выписывают из больницы и ничто не напоминает ему об операции. Шрамов от этой процедуры нет. Яна Милищенко, Алексей Сокута, Новости, Гродно+. К 75-летию области Гродненский государственный университет имени Янки Купалы подготовил необычный подарок – мобильное приложение «Маршруты Августовского канала». Оно предназначено для велосипедистов и благодаря ему каждый желающий может ознакомиться с маршрутом и местными достопримечательностями Августовского канала как во время велопоездки, так и при подготовке к ней. «Августовский канал – это одна из жемчужин нашей Гродненской области. Она как раз входит в безвизовую зону. Почему веломаршрут – это еще и здоровый образ жизни? Вообще очень символично, потому что протяженность этого веломаршрута, на который создано мобильное приложение – 49,9 километра. Даже вот в этом самом уже заложен такой символизм, что на этом нельзя останавливаться». Мобильное приложение, созданное магистрами и сотрудниками Купаловского университета, работает без интернета. Его достаточно закачать на телефон, и можно смело отправляться на Августовский канал, просматривая во время движения информацию и фотоматериалы о туристических объектах, которые находятся рядом, но скрыты глазу. «Совсем недавно мы открыли, сделали приложение по трассе М6. Сейчас оно дополняется всеми другими дорогами Гродненской области. И хочу сказать, что это приложение уже имеет развитие. Сегодня мы даем новый импульс развитию Августовского канала». Перед тем, как устроить презентацию мобильного приложения, была проделана большая работа. Проект работает на русском и английском языках, имеет режим просмотра каталога туристических объектов, а в планах у разработчиков приложения – постоянное добавление новых маршрутов и объектов, фото и видеоматериалов, включение аудиосопровождения и многое другое. «С туристу, прежде чем посетить территорию Августовского канала, Гродненского района, там и эти объекты размещены в мобильном приложении, достаточно просто перед поездкой скачать это мобильное приложение, по возможности обновить маршрут, обновится информация об объектах, так как она периодически нами обновляется в приложении, и уже с телефоном, со смартфоном, с включенным GPS-навигацией отправляться по маршруту». Улучшение условий и повышение качества жизни для людей с ограниченными возможностями. В последние годы это одно из приоритетных направлений деятельности государства. На проблемы инвалидов теперь обращают гораздо больше внимания. Городскую среду стремятся создавать, учитывая их потребности. И если в инфраструктуре уже сейчас есть какие-то существенные подвижки, удобные пантусы, подъемники, низкие ступеньки в общественном транспорте, социальные такси, то в вопросах досуга есть определенные недоработки. Это изменится с началом работы инклюзивного центра по продвижению здорового образа жизни. Этот центр открылся в одном из зданий Гродно. И все в нем обустроено так, чтобы инвалиды-колясочники и инвалиды с проблемами опорно-двигательного аппарата чувствовали себя комфортно и при этом могли заняться спортом, поиграть в настольные игры или пообщаться. Это не просто объект с безбарьерной средой. Это еще помещение, где люди с ограниченными возможностями могут познакомиться, заняться своей физической формой, наладить взаимоотношения, выстроить коммуникации и быть социально адаптированными в обществе. Это сегодня так важно, потому что именно такого рода объекты и то, что они появляются, это индикатор зрелости общества к проблемам инвалидов, к проблемам людей с ограниченными возможностями. К слову, во внимательном отношении к своему здоровью, тем, кто не может похвастаться его полнотой, нет равных. Инвалиды-колясочники в один момент, потерявшие возможность передвигаться самостоятельно, к спорту относятся даже более трепетно, чем люди без проблем со здоровьем. И пока простые люди ищут отговорки и оправдания себе в том, почему они не идут в зал и не ведут здоровый образ жизни, люди с ограниченными возможностями осваивают новые спортивные вершины. И в этом центре есть в том числе тренажеры, на которых могут прокачивать свою мускулатуру люди с ограниченными возможностями. В данный момент в этом спортзале, ну, колясочник может, вот именно я про колясочников говорю там, потому что инвалидности много разных. Ну, если он мобильный немного хотя бы, ну, он может залезть вот сюда. Здесь, например, прокачать грудь там еще что-нибудь там, потягать сверху блок к себе, там тоже спину прокачать. Это вот здесь можно. Можно еще штангой воспользоваться. Любое, как бы, занятие спортом – это уже большая польза. Вообще, у меня было, когда дома я начинал, когда у меня только случилась травма, ну, можно и без отягощения много чего сделать на ранней стадии. Появление этого центра стало возможно, во-первых, благодаря инициативным и активным инвалидам-колясочникам, во-вторых, при поддержке ООН. В рамках комплексной программы проектов, направленных на профилактику неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержку модернизации системы здравоохранения Беларуси, и появился проект инклюзивного центра в Гродно. Эти проекты финансируются Евросоюзом и при содействии различных ассоциаций ООН в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Я, честно говоря, просто поражен, насколько востребованы, я не скажу популярны, они востребованы, эти услуги по повышению физической активности людей с инвалидностью, по расширению их возможностей. Самое трогательное и самое важное, что я хотел бы отметить в подобных инициативах, что люди с инвалидностью, наверное, по той причине, что они наиболее остро чувствуют необходимость в сохранении и укреплении здоровья, они являются волонтерами, они привлекают людей без инвалидности к себе. И хотя многое делается для повышения комфорта и улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями, по словам самих инвалидов-колясочников, есть еще много того, что стоит изменить для того, чтобы город и область были дружественными к этой категории людей. Выйдя на улицу, опять же, вот это, к примеру, дороги с бордюрами, магазины, аптеки, почтовое отделение, ну сейчас, конечно, уже стало, во многих стали делать эти фантусы, и это, конечно, уже стало намного легче. Ну, транспорт стали тоже, допустим, уже помогать людям попасть в транспорт, те же водители уже обязаны по законодательству помочь человеку попасть в транспортное средство, и выйти из него. Ну, все равно очень-очень много нюансов, которые бы желательно, чтобы их устраняли. Накануне Дня таможенника, по традиции, в Гродненской региональной таможне новобранцы приняли присягу. 55 человек пополнили ряды сотрудников. Многие из них – выпускники высших учебных заведений. Есть даже и те, кто заканчивал таможенный класс в 13-й школе и решил дальше связать свою жизнь с этим делом. Подробнее в следующем материале. Владислав Гусар – один из немногих, кто еще задолго до школьного выпускного, решил, кем хочет стать и чем будет заниматься. Сначала три года отучился в таможенном классе. Позже окончил экономический факультет в Купаловском университете. Сейчас работает инспектором в Брузгах. И за все эти годы верных шагов к мечте признается, никогда не жалел о своем выборе. Я изучал экономику, экономическую безопасность – это важная часть экономической системы в целом Республики Беларусь. И я понимал, что к чему, и все-таки решил попробовать себя полноценно уже в роли таможенника. Я достаточно многое видел, все-таки мой отец служил, и как-то я уже к этому был причастен с детства, скажем так. И когда я поступал в таможенный класс, все-таки нам объясняли, что к чему, что это такое. Мы часто приезжали достаточно на экскурсию на таможню. В рядах таможенников все чаще можно встретить девушек. Они не боятся трудностей, готовы отказаться от платьев и шпилек ради формы и обещают верно служить и всегда быть на страже. Юлия Филитович к профессии, как потом оказалось мечты, шла очень долго. Прежде чем попасть в таможенный пункт Берестовица, девушка попробовала себя в разных сферах. Признается, ничто так не притягивало, как служба. Вот уже 10 месяцев она ходит на работу, как на праздник, и каждый день все больше понимает, что то, чем она сейчас занимается и есть дело всей жизни. Я человек, любящий сложности, поэтому все, что там было, мне в принципе понравилось все. Я побывала на разных участках. Тут уже, наверное, не важно, девушка ты или парень. Важно то, к чему ты в жизни стремишься. И работа это на самом деле очень сложная. Много чего нужно знать. Постоянно происходят какие-то изменения, с которыми приходится сталкиваться и сразу же входить в курс дела. Большая часть из 55 новобранцев – выпускники университетов. Это юристы и экономисты. В следующем году будет первый выпуск специальности «Таможенное дело». Профессия таможенника – одна из сложных и достойных, особенно для приграничного города. Отсюда и такие высокие требования к специалистам. Служба требует отдачи всех сил и применения не только знаний, которые уже получили, но и получения новых, вот именно в процессе службы. А это, ну, мало времени в сутках, конечно, достается сотрудникам. Но у нас молодежь сейчас подготовленная, образованная во всех отношениях. В том числе для нас важно это знание компьютерных технологий, это знание законов Республики Беларусь, то есть юридическая подготовка, ну и прочие нюансы, к которым сталкивается таможенник в своих буднях. Не так давно Гродненская региональная таможня объединилась с бывшей Ашмянской. Теперь это единая структура, которая стоит на страже экономической безопасности страны. Здесь говорят, этап привыкания уже прошел. Сейчас мало кто вспоминает, как работали до, а уж молодые специалисты и вовсе пришли в одну из крупнейших организаций. Они готовы разбираться в поставленных задачах и выполнять их. Они готовы быть лучшими сотрудниками Гродненской региональной таможни и доказывать это и днём и ночью. Юлия Сорока, Яна Мельниченко, Виталий Рубанов, Новости Гродно+. Камерный оркестр Гродненской капеллы приглашает всех ценителей классической музыки на большую праздничную программу, посвященную открытию 28-го концертного сезона. В программе произведения Людвига Ван Бетховена. 25 сентября на сцене Драмтеатра. А вот любители спорта. Приглашаем в субботу на стадион ЦСКА «Неман». В рамках 22-го тура на поле выйдут команды «Неман» и «Днепр». Начало матча в 18.00. Приходите и поддержите любимую команду. И в завершении выпуска информация от нашего партнера. Мой МТС – удобное приложение, с помощью которого можно самостоятельно решать многие вопросы обслуживания без звонков в колл-центр и походов в салоны связи. Приложение позволяет отключать и добавлять услуги, видеть количество трафика, минут и СМС. А если установить виджет на экран смартфона, баланс всегда будет перед глазами. На этом выпуск завершен. Еще большие новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77-3304. Я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова